Еще одна опора развития страны это экономика, бизнес. Слишком долго игроки делового поля сталкивались с ограничениями. Пришло время подвести черту. Как заявил Владимир Путин, с 21 года нормативы, приказы, инструкции, которые тянули бизнес ко дну, просто прекратят действие. И еще, современные технологии, отметил президент, это то, на что мы будем делать ставку. Машиностроение, микроэлектроника, IT и другие наукоемкие сферы должны стать трамплином для качественного прыжка в экономике. Обо всем подробнее Павел Краснов. Развитие российской медицины, строительство больниц, поликлиник, школы детских садов, поддержка семей. Все это цели, которых невозможно достичь без решения еще одной главной своего рода сверхзадачи. Экономика страны должна выйти на высокие темпы роста. Президент в своей речи назвал это ключом к успеху. Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает. Правительство и Центробанк должны обеспечить условия для такого динамичного роста. И во многом эти условия уже сложились. У нас мощная финансовая подушка безопасности. Вот могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг. Как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают. В том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиардов рублей. И все-таки, чтобы подтолкнуть экономику вверх, нужно решить застарелые проблемы, которые мешают отечественному бизнесу расти. И на первом месте здесь давление со стороны контролирующих структур. По выражению президента, добросовестный бизнес не должен ходить под статьей. То есть постоянно бояться уголовного преследования. Сегодня почти половина дел, 45 процентов, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Но что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру, это становится серьезной проблемой для экономики. Еще большая проблема, когда следствие по экономическим статьям тянется месяцами, а то и годами. И все это время бизнесмен без веских на то причин остается в СИЗО. Человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь отвечает. Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников. В МВД особенно. Просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может быть, и ресурсы дополнительные выделять. Количество следователей увеличилось. Но как так? У него сидит человек за решеткой, ну вот пошел. И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Вот такого не должно быть. Об улучшении делового климата в России говорят годами. Одно из последних предложений бизнес-сообщества – создать цифровую платформу, где коммерсанты могли бы жаловаться на излишне ретивых контролеров. Но предложение главы государства еще более радикальное. Раз и навсегда покончить с устаревшими правилами игры. Давайте проведем, действительно подведем черту. И с 1 января 2021 года прекратим действия всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям. Остальные сдать в архив. Мы, когда обсуждали эту тему, многие коллеги сказали, ну и искренне сказали, реакция была такая – страшно. Действительно, вы знаете, страшно. И есть проблема. Это не так просто. Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины. Они же десятилетиями накапываются. Еще с советских времен многие работают. Со временем начало покорение Крыма. Ну, не 14-й год, имею в виду, конечно. Еще со времен Грибоедова и раньше. Поэтому нужно провести этот анализ за два года. Не бояться этого. Засучить рукава, сделать, провести эту работу. В результате инвестиции в российскую экономику должны хлынуть рекой. Объем этих вложений станет одним из главных критериев для оценки работы правительства. А еще к обмину и депутатам поручено создать максимально комфортные условия для развития высоких технологий. В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это без преувеличения. Вот я хочу прямо употребить это слово. Исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машин из танкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникации, систем для ЖКХ и транспорта. Объемом порядка, вдумайтесь, 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России. Проблемы экологии, которых президент тоже коснулся в выступлении, с экономикой тесно связаны. В стране, где проблемами мусорных свалок, по большому счету, не занимались никогда, доля переработки отходов должна вырасти с нынешних 8 до 60%. А свалки в черте городов должны быть закрыты. Главное, чтобы мусорная реформа не оказалась формальностью. Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется. Подстегнуть экономический рост должна и подготовка новых кадров и создание новой инфраструктуры. В такой огромной стране, как Россия, это задача номер один. Уже в этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту. На всем протяжении заработает новая дорога из Москвы в Петербург. В ближайших планах реконструкция 60 аэропортов, расширение БАМа и Транссиба, повсеместный скоростной интернет. Он появится благодаря строительству сетей связи пятого поколения. Павел Краснов, Ольга Меркулова, Первый канал.